всем привет друзья с вами варчик в этом видео с вами поговорим про стрельбу world of tanks поскольку у меня есть вопросы к этой части игры на мой взгляд стрельба абсолютно устарела засохла пресная неинтересная и никакого вообще ощущения справедливости в себе не несет но так было не всегда стрельба world of tanks это один из пары моментов которые буквально заинтересовали меня в этой игре чтобы остался в ней на долгие годы но сейчас стрельба из себя ничего интересного не представляет на огромном количестве танков она попросту вообще не прозрачное не интересное и нет ощущение что твои затраченные усилия в стрельбе несут хоть какой-то смысл есть смысл в позициях есть смысл в нужное время в нужное место переезжать вовремя реагировать на ситуации в бою но сама стрельба это просто рандомная хрень и в основном все в бою зависит сейчас от того какой момент ты себе создашь своими правильными или неправильными маневрами по карте если хорошо выйдешь на врага в корму или в бочину и удобно бесплатно будешь его расстреливать то принципе пофигу какая стрельба вообще пусть хоть в край летит хоть куда угодно с небольшого расстояния бесплатно ты можешь расстрелять врага в корму и борта но как только дело доходит до каких-то дальних расстояний или выцеливания уязвимых зон тут начинается полное казино свелся не свелся разницы вообще никакой летит куда попало по всем краям и это вообще абсолютно не интересно но бывают такие бои как вы видите на фоне су-130 pm те кто играли на этом танке много знают что по циферкам орудия очень точная но на деле все совсем наоборот стрельба максимально ужасная корявая и противная снаряд летит все время по краям стабилизация отвратительная стрелять неприятно в начале боя показал что играя с оборудованием которое на точность вообще ничего не дает но при этом в этом бою практически все снаряды залетят с уроном и выстрелы которые были без урона их практически не было вообще и даже более того кажется только один снаряд не попал по врагу это это я просто по приколу стрельнул в труп но такие бои на этом танке это скорее просто подарок когда у тебя все летит куда надо десяток выстрел подряд и это добивает еще больше мало того что стрельба абсолютно неприветлива к твоим усилиям ей вообще попросту насрать старался ты стрелять или нет так еще и бывает моменты абсолютно у всех игроков независимо от того ты фиолетовый или красный когда просто летит в середину 10 выстрел подряд примерно и ты смотришь после боя у чела средуха ниже плинтуса процент попадания там чуть ли не 0 но у него просто 10-15 выстрел подряд залетела все с уроном и мимо не летела ничего это не нормальные ситуации абсолютно это не нормально и это не интересно накатывать количество боев чтобы ждать когда у тебя 10 раз подряд полетит в середину но так было не всегда буквально несколько лет назад такое заметить практически было невозможно в 2013 году у меня ощущения стрельбы были совсем другие у меня ощущения были следующие свелся даже не всегда полностью летит середину не свелся никуда не попал справедливо вроде бы да а чё еще надо ничего не надо и мне было очень интересно стрелять и еще что мне нравилось в этой игре что в ней много карт их все интересно изучать позиции перекатки туда-сюда раньше картами занимались очень хорошо конченые выводили мгновенно десятками добавляли новые десятками переделывали те которые есть работа с картами велась просто колоссальная и это было очень интересно и карты изучать и стрельбой заниматься и создавать себе игровые моменты во время боя но на мой взгляд сейчас изучение карт уже не такая интересная часть игры поскольку никакой движухи в картах почти нет что изучать если она принципе то по большому счету уже изучена никакой вот движа нет все засохло и стоит на месте со стрельбой тоже все заглохло она стала не интересной ты просто накатываешь бои и ждешь когда тебе казино даст 10 в линию остается только одна часть игры создавать себе хорошие игровые моменты правильно реагировать на ситуации в бою и пытаться успеть за эти шедевральные две минуты которые нам отводится на бой что-то сделать невероятно и затащить катку но этого уже как-то маловато чтобы получать удовольствие но все же один аспект в этой игре у меня удалось немножко оживить это касается стрельбы попробовал большое количество танков за последнее время я заметил что танки с большим калибром у которых медленно летит снаряд некоторые такие пушки практически сами всегда стараются попадать в середину ты можешь только немного им помочь сводиться как можно чаще и нормально целиться и как ни странно это и интересно ты чувствуешь что твои усилия не напрасно они что-то дают стрельба становится грубо говоря справедливой и тебе хочется в нее играть это я заметил на борще с пушкой у которой альфа 750 это я заметил на лтшке акционной которую всем подарили шестого уровня века у нее фугасница у которой практически всегда все летит в середину да конечно на вы кашке в целом ты можешь подъехать вблизи и стрельнуть так как тебе удобно но и вдаль она в принципе попадает часто она реально часто попадает даже если зайти в статистику там видно что процент попадания высокий да и даже без статистики видно что она всегда попадает но вот берем какие-нибудь небольшие калибры где летит быстро снаряд а если еще это и под калибр то все это стрельба просто все снаряды летят по краям ничего никуда не попадает а если попадают то это как обычно рикошет попадания и в это стрелять вообще не интересно и не хочется но вот как быть ждать когда разработчики что-то поделать со стрельбой Зная разработчиков, даже если они сейчас что-то начнут делать, это минимум на несколько лет. Они, я думаю, даже не собираются ничего со стрельбой делать, она же просто шедевральная. Либо самому искать эти интересные танки по всей игре, которые имеют орудия с интересной стрельбой, понятной, приятной и прозрачной. Но их не так уж много, поскольку всем танкам пытаются апнуть скорость полета снаряда, понапихали везде подкалиберов, и голдовых, и обычные снаряды там подкалиберные. И с этой увеличенной скоростью полета снаряда, снаряды как-то в середину лететь вообще не хотят. Но опять же, с медленной скоростью полета снаряда тоже вдаль стрелять, то еще удовольствие, особенно по едущим танкам. По стоячим еще ладно, но пока снаряд долетит, он может и отъехать. Но оно хотя бы попадает туда, куда я целюсь. В общем, картошка такое ощущение, что занимается самовыпиливанием, и в игре практически не осталось ничего интересного из тех пунктов, которые мне нравились, из-за которых я остался в это играть. В разведке боем мы протестировали огромное количество карт, но их в игре так и нет. Также на супертест картошка, я там видел, добавила еще кучу карт, и наверное режим разведка боем опять появится, где мы снова что-то потестируем. Но где же эти карты? Старые карты особо не переделываются, баланс в игре не интересен, видимо, потому что турбобои интереснее. Как же на сбалансированных картах турбобоев-то не будет так много, как сейчас, и новые карты что-то не спешат добавлять. Остается только одно занятие во время боя, пытаться за 2 минуты успеть создать себе какой-то момент игровой, в котором ты можешь показать весь свой скил. Только в чем его показывать? Только в том, что ты вовремя и правильно куда-то поехал. Навел куда-то прицел и просто клацаешь выстрел. Это все, что можно показать в картошке. В общем, мой вывод следующий, что механика самого выстрела в игре ужасная. И почему-то от скорости полета снаряда, или от калибра, или возможно еще от какого-то скрытого параметра, зависит на сколько часто снаряд летит в середину. На мой взгляд это бред. В чем преимущество тогда твоего быстрого полета снаряда? Что он быстро летит мимо врага? В общем это какая-то чепуха. С вами был Варчик, ради красивого. Всем пока.